Друзья, всем привет! В эфире программа обо всем самым интересным и необычным, что произошло в сети Иннет. В сегодняшнем выпуске покажем вам девушку, которой позавидовал бы даже Кощей. Увидите самого романтичного коммунальщика, а еще узнаете, что три солнца могут быть не только в фантастических романах. В Ханты-Мансийске произошло настоящее чудо. Там появилась бессмертная девушка. Сейчас увидите, что мы вовсе не шутим. Жительница города Излучинск, собравшись по делам и даже надев пуховик, решила почему-то выйти не в дверь, а в окно. Квартира на минуточку оказалась на девятом этаже. Пролетев несколько десятков метров, девушка плашмя упала в сугроб. Но потом просто встала, отряхнулась и отправилась туда, куда собиралась. Далеко, правда, не ушла. По дороге ей стало плохо, и она попросила прохожих вызвать скорую. По словам врачей, у девушки нет ни одного перелома, только ушибы внутренних органов. Все-таки мы всегда знали, что почти смертельно – это только когда мизинчиком о тумбочку ударишься, ну или на детальку лего наступишь. Бои без правил устроили кот и лиса. Битва не на жизнь, а насмерть произошла из-за кусочка колбасы. Кто в итоге одержал победу и получил мясной трофей – сейчас увидите. Котенку где-то бог послал кусочек колбасы. И усатый товарищ совсем не собирался им делиться с непонятно откуда взявшейся лисой. На все попытки отобрать у него еду реагировал достойно, но жестко. Ударами лап давал понять, что он не та наивная ворона, и лисица, даже несмотря на то, что страшно шипит, лакомства не получит. Но в какой-то момент кот потерял бдительность, чем и воспользовалась любительница чужого обеда. Украла, украла. А вот коммунальщику из Нижнего Новгорода носили соперничество чужды. Он просто бросил трактор на обочине и отправился делать снежных ангелочков. Обычно для работников коммунальной сферы выпавший снег – это скорее неприятность, чем внезапная радость. Работая по ночам, сгребая стихию в сугробы, еще и водители сигналят, чтобы пробку не создавал. Один сплошной негатив. Но только не для него. Посмотрите, с каким удовольствием и как старательно неизвестный нам тракторист делает снежных ангелочков. И сразу так хорошо на душе становится. Ночь, тишина, неяркий свет маячков, ни одного автомобиля на дороге. Бесконечная романтика. И пусть весь мир подождет. На Урале нашествие птиц. Огромные стаи свиристелей привлекли внимание жителей Екатеринбурга, Ревды и Первоуральска. Папа! Папа! Смотри наверху, как листики сидят. Новостные ленты наполнили кадры с невероятным количеством свиристелей. Птицы кружат в воздухе, садятся на деревья и в целом создают хоть и удивительную, но довольно зловещую картину. Однако орнитологи утверждают, ничего необычного в таком явлении нет. Птицы довольно часто в это время залетают в города, уничтожают запасы рябины и боярышника, отмечают свое присутствие на автомобилях и прохожих, а потом с чувством выполненного долга продолжают вояж. Но гораздо опаснее свиристелей, которые в худшем случае просто испачкают вам одежду, могут быть сотрудники управляшки, которые, судя по всему, никогда не слышали о технике безопасности. Хотели-то, разумеется, как лучше. После снегопадов вблизи домов стало опасно ходить. Не ровен час снег башка попадет. Вот люди с лопатами и вознеслись на крышу одной из многоэтажек, чтобы скинуть сугробы. Вот только натянуть сигнальную ленту то ли забыли, то ли не захотели. В итоге пешеходы, которые, разумеется, не имеют привычки смотреть на крыши домов, были неприятно удивлены, когда их в ясную погоду начало заваливать снегом. И хорошо еще, что обошлось без жертв. А ведь могло и не обойтись. Нелепейшее ДТП произошло на улице Береговая в Первоуральске. Там грузовик, сдавая назад, снес сразу же две легковушки. Сложно предположить, что водитель не заметил припаркованные машины, если учесть, что секунду назад он проехал мимо них. Но в итоге два помятых автомобиля, явно неприятный разговор с их владельцами и куча потраченных нервов. А все потому, что за рулем нужно все же смотреть, куда едешь. А вот жители Норильска не на шутку испугались, когда в глазах у них начало троиться. В небе они насчитали сразу несколько светил. Это вот юг, и вот три солнца. Паргелий, один из видов гало, удивил норильчан. Зрелище, согласитесь, действительно весьма необычное. Тем более в свете последних событий, когда для полноты картины в мире не хватает, наверное, только нашествия инопланетян. Хотя чего бояться жителям Норильска? Инопланетяне у них явно больше трех минут не протянут, если, конечно, не прилетят в тулупах и валенках. На этом сегодня все. Присылайте нам интересные видео в WhatsApp или в группу телеканала ВКонтакте, а мы с удовольствием покажем их всему городу. Хорошего вечера, друзья, и пока-пока.